Девушки отдыхают Мы разберемся с тем, что делал он в тюрьме. Очевидно, он не был первым семитом, которые отправились в Египет. И там были немало людей из Азии. И началось это движение еще за 100-150 лет до Иосифа. Так что его проживание в таком доме, в доме Патифары, ничего удивительного в этом нет. Его возводят на такую позицию, на такое положение в семье. Это тоже ничего удивительного в этом нет. Даже то, что он становится визирем в Египте, это тоже неудивительно. Потому что мы знаем другие случаи, мы знаем других семитских визирей в Египте. Дальше. Сны, сновидения, они играют чрезвычайно важную роль. Здесь у египтян была глубочайшая заинтересованность в снах. Один конкретный папирус говорит об этом так. Бог создал сны для того, чтобы показывать путь человеку, которому эти сны снятся, если он не знает, к чему идти в будущем. А сны, сновидения бывали разными. И два основные типа – это теороматические сны и аллегорические сны. Теороматические сны должны пониматься напрямую. То есть, в прямом смысле, без всякого толкования. Ну, например, египетскому фараону приснилось, что Бог явился ему и потребовал очистить великого сфинкса, статую сфинкса. Отчистить песок со статуи сфинкса, чтобы статуя вернулась к своему первоначальному виду. Так, убери песок с этого сфинкса. Но были также аллегорические сны. Это были сны туманные. В них должен был быть перевод. А, например, один египетский сон говорит, если вы увидите себя во сне в азиатских одеждах, это плохо. Вас лишат вашего места на работе. То есть, есть достаточно четкие сны, которые четко толкуются. Но, когда речь идет о вельможе в 40-й главе, есть разные грани в этих снах. Ну, например, один из вельмож понимает, что он скоро будет восстановлен, он будет при царе, но тут ведь очевидное совершенно слово «божество». То есть, надо понять, что Бог говорит этим людям. Но это не только теороматические сны, это также и аллегорические сны. Именно поэтому возникает необходимость в том, чтобы Иосиф эти сны интерпретировал. Иосиф научился интерпретировать сны, находясь в Египте, в тюрьме. Потому что там была такая возможность для дистанционного образования. Он мог исследовать курс, изучать курс толкования снов. И вот он решил изучать эту... Хорошая шутка получилась. Да? Нет. Нет. Конечно, нет. Ничего подобного. Бог дает ему понимание. Бог дает ему разумение. У Фрейда не получилось истолковывать сны, поэтому мы не будем учиться толкованию снов по Фрейду. Итак, аллегория предполагает потребность в толковании. Дальше. У фараона тоже будут сны. Это аллегорические сны. И там нужно толкование. И египтяне... Я, кстати, даю вам египетское слово. Египтяне, которые пытались заниматься толкованием слов, тоже были. Но ничего у них не получалось. Хотя их цель, их главная цель, заключалась в том, чтобы защитить фараона от страшных снов. Нужно было истолковать все сны, а у них этого не получалось. Мы, конечно, знаем, что Виночерпий видел сон, и потом Иосиф правильно интерпретировал его сон, и Виночерпий забыл про Иосифа. Ничего себе. Ты истолковываешь сон человека, а вот этот человек тебя просто забывает. Тогда, когда ты ему нужен, чтобы освободить тебя из тюрьмы. А у пекаря было секир башка. Вы это понимаете, да? То есть тут, я думаю, что достаточно было смысла в том, чтобы не забыть про Иосифа. А Виночерпий забывает про Иосифа. Возможно, возможно. Это было от Бога. Потому что он находится на своем месте. Он находится в тюрьме, когда у фараона сны. Он находится на месте определенное время. Тюрьма в Древнем Египте была не похожа на наши тюрьмы. Наши тюрьмы – тяжелое место. Если вы не занимались тюремным служением, то возьмите и займитесь хоть сколько-то тюремным служением. Я думаю, что для меня один из самых лучших опытов, одно из лучших переживаний было как раз в тюрьмном служении. Для меня это было невероятное благословение. Но дам вам один совет на эту тему. Когда вы беседуете с ними о Евангелии, не говорите, что «да, я тоже много в жизни накуролесил». Потому что они на вас так посмотрят и скажут «да, ты-то». Если бы ты сделал то, что я сделал, ты бы тоже был здесь. А ты явно не сделал то, что сделал я, потому что ты не здесь. Так что не пытайтесь с ними соревноваться. Вот в этой категории. Ну, так или иначе, Евангелие имеет силы для спасения. И люди должны это услышать. Но одна история про тюрьму, один аспект жизни в тюрьме заключается в том, что тюрьма унижает. И, конечно, смиряет. Никакой приватной жизни, никакой личной жизни говорить не приходится. И понятно, что охранники совершенно не всегда милые и добрые. То есть вы понимаете, о чем идет речь. А в Древнем Египте тюрьма была просто рвом. Это большая яма. И там люди находились. То есть вам давали очень плохую еду и так далее. То есть я думаю, что вы поняли. То есть он оказывается в этой смиряющей ситуации, в этом смиряющем положении. И он оказывается там дольше, чем предполагалось, чем можно было подумать. И тут скажу вот о чем. Бог проводит его через все это не только для того, чтобы он мог интерпретировать, толковать сны фараона, но также для того, чтобы как-то преобразовывать жизнь Иосифа. Когда приходят его братья, когда он визирь египетский, он не мстит своим братьям. Почему? Потому что в какой-то момент Иосиф их простил. Он об этом скажет в конце книги. Но он это уже сделал. Он это уже сделал. В тот момент, когда они... Или к тому моменту, когда они пришли в Египет. Он понял, что произошло. Он простил их. Он не открывается им и не говорит потом, «Так, слушайте, теперь давайте мы попробуем новую пытку. Так, как-то сейчас будем исследовать новые пытки. Я вам отомщу». Не, ничего подобного. И он на самом деле говорит очень простую вещь, очень понятную вещь. То есть в какой-то момент он их простил. Когда это произошло, я не знаю. Но я предполагаю, и с определенной уверенностью, я предполагаю, что он простил своих братьев, когда находился в тюрьме. Возможно, что именно в последней его тюрьме, то есть когда уже про него забыл веночерпий. Вот так. Значит, дальше он будет толковать сны. И вот что интересно. У нас есть картины, изображения, которые нам показывают сцены из книги «Мертвых». Книга «Мертвых» — это египетская книга. Там заговоры описаны. Там описаны всякие процедуры, всякие церемонии. Ну, например, там есть сцена о семи жирных, откормленных, летучных коровах. И вот что интересно. Возможно, автор этой сцены так или иначе отталкивается от идеи этих священных коров. Кто такие священные коровы? Да они все равно коровы. То есть в результате его делают визирем, премьер-министром, если хотите. Визирь в Древнем Египте был, скажем так, государственным секретарем, секретарем по финансам и так далее. То есть это был второй человек после самого фараона. А в некоторых случаях в Древнем Египте визирь был даже более властен, имел более больше власти, чем фараон, когда царство было не такое мощное, не такое сильное. Дается также имя его жены, даются другие подробности. У нас сейчас нет времени об этом подробно говорить. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова